всех приветствую речь сегодня пойдет опять же о 51 келлере ну или 53 там где-то не суть тема такая взаимозаменяемость расходников на эту машинку потому как на нее ничего не найдешь не на алиэкспрессе не еще где-либо не на авито по запчастям тут туго ну а расходники какие вот в частности я решил вопрос еще с веритасами у меня одно время штук пять подряд было веритасом и в двух или в трех из них отсутствовала резинка моталки они схожи по диаметру 26 миллиметров я замерил вот здесь он стоит видимо уже не родная но я вот отсюда не снимал часы постараюсь снять прикипела обычно легко снимается тут какой-то сальник что ли стоит что-то такое жесткое сейчас я попытаюсь снять снял она тут до того уже износилась что все лопнуло но это не страшно я не знаю родная это не родная какая-то на хлипкая все это в мусорку в мусорку вот на авторынке у нас есть магазин там резинотехнические изделия всякие я там покупаю такие вот ремешки на чайку хорошо подходят тянутся так довольно таки и вот там обнаружил пришел с образцом ну как там образец типа вот такого которого выкинул вот с таким примерно этого тоже с какой-то машинки с веритасовской либо не помню с какой но я поставил вот это колечки работает один в один вот как мы видим одеваем его спокойненько вот так вот раз все стало как родное как мы видим это надо смотреть я на авторынке брал там у нас магазинчик есть там на стенде висят их от и до я подобрал ну когда 26 диаметр я не помню точно кому нужно я могу замерить потом скину размеры вот значит с одной позиции мы разобрались это легко можно подобрать а эта штука немаловажно потому как без нее моталка просто не будет работать не вручную же мотать не серьезно а далее переходим ко второму расходнику более тут ничего не подобрать но второй расходник он самый главный двигатель в автомобиле это челночная вот это челночная родное я снял на родном это текстимовская стоит логотип вот такой вот логотип стоит это текстимовский считай как знак качества вот такой если увидите буква как бы т это может быть не т.н. и внизу каталожный номер вот он я встречал на на один и тот же 25 15 до 25 15 это две черты это я так подчеркнул там нету чё вот это опознавательный знак текстимы ну этот сторону его снял вот у меня тут лежит я подобрал у меня что-то их немного все пять штук обнаружилось на пмз море а вот на правоходке у меня почему-то вот так вот вот пять школьных колпачков это все пмзш на все пмзш на вот это новый это оршанский тут логотип олень такой ну может кто видел на пром машинах они выпускали пром машины свое время 97 и 22 класс 1022 там такой логотип олень это белорусский знак вот этого оршанского завода промышленных машин ну и выпускал он орши машинки там 2м 3м они были бытовые прямо строчки все более он ничего не выпускал ну завод конечно с подольским не сравнить поменее наверно вот и корпуса челноков я вот тут подобрал два крайних вот этих вот я что-то не хочу даже нет вру два какие-то вот из них два здесь они сильно покоцаны и побитые их я не буду использовать и хочу сейчас начать с оршанском он абсолютно новый с упаковки не стоял нигде начну с него и вот эти я даже ставить не буду вначале я их все вот посмотрел два от полируем и посмотрю как машинка будет себя вести потому что текстимовский ход вот этот это только с донора где-то брать ну я не видел в продаже а вот такие оршанские они продаются новые можно в коробочке купить вот так вот они выглядят в коробочке там сверху закрывается них весь несколько кстати на я оставил когда вот кто смотрел мое видео на китайский зингер я менял и гораздо лучше себя машинка стала вести китайский зингер пятнадцатый у меня есть видео я оставил вот такие вот аршанский сейчас я попробую начну с аршанского аршанский комплект так я вам скажу что я тут ничего не собираюсь подгонять но он стал стал с минимальным зазором может быть надо масло капнуть что-то с минимальным зазором стал не знаю как будет сбрасываться нитка но гнуть я тут ничего не собираюсь так работает он я вам скажу что то не очень на холостом вот так работает с аршанский с родным конечно звук совершенно не такой сейчас посмотрю как шить будет так вот а кстати шьет вот с этой резинки которая заменил а вот при попытке достать нитку с челночного все застопорилась но тут не видно вот она нитка все она не сбрасывается там я еще раз повторяю я ничего подгонять не собираюсь гнуть там добавлять зазоры я просто сейчас поставлю от чайки но тут я что думаю тут вот это челночная но аршанская имею ввиду она в обработке никакое вот как видим как видим вот она ну вот металл тут металл вроде неплохой на какой-то он какой-то он не такой по сравнению с немецким вот немецкий невооруженным взглядом видно что он идет ровный 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 матовый просто как зеркало тут видно даже следы 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 вот его обработки там я не знаю на чем там обрабатывали но качество никакое если его заполировать может лучше будет но я почему-то не хочу этого делать из пяти я два сразу в сторону потому как один корпус челнока с какой-то непонятно надписью тут буква я даже не знаю какая она не не ф не ф а это аршанский остается три подольских так из трех подольских выберу 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 вот этот вот самый самый новый он даже без единого на эти все уже видавшие виды что-то подольский тоже как инородное тело скрипит там ну не хочет не хочет он воспринимать посторонние запчасти о а вот с подольской он вообще вообще даже двигаться не хочет вот так вот все далее не идет далее не идет ну вот так можно прокрутить он работать не будет вот по очереди ставлю по очереди ставлю корпуса ПМЗ вот уже два не подошло так в сторону их остается три у меня так вот эти вот все раздолбанные вот этот более-менее прокручивается сейчас попробуем на нем прошить так ну вот из пяти перебрал несколько челноков но все равно он сброс он слышно как нитка цепляет ну что это что это за шитье ну даже строчка вроде нормально вроде как так вроде как даже строчка зигзаг ну разве так немецкая машинка должна шить сердце 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 не родное все бьется с аритмией ладно все это ерунда лучше родного ничего не придумать хотя если заполировать все наверное будет работать и на чайковском мне так кажется так ну и для сравнения все родное поставил вот он шьет на родном текстимовском иголочка толстая слышно как иголка только пробивает если поставить иголочку будет соответственно еще тише ну какие выводы можно сделать что конечно лучше чем родное немецкое там ну можно конечно подобрать от чайки вот у меня один из пяти я пять пробовал не пробовал я три два я сразу отмел там вот импортный еще был у меня какой-то корпус там с непонятным логотипом но я его не стал ставить ну чайковский можно поставить но надо заполировать все там идеально ну я вот брал в руки сейчас взял немецкую и взял подольскую ну ему небо и земля ну там а с белорусской вообще никакого сравнения белорусская кстати мне вообще не нравится даже вот взять пром машины 22-е так вот подольские они были предпочтительнее чем вот именно оршанские не знаю с чем это связано но я вот так слышал и машины орша у меня была тоже я не в восторге от нее там она ну не то вот по МЗ1А лучше гораздо лучше там уже она сделана то ли с Минервы там у них же там рядом из Беларуси из чего-то заграничного они сдернули ее но не очень она такая не в восторге от нее была вот вот ну ну по резинке и по челночному я не знаю вот импортные машинки как правило они отказываются работать на наших челночных у меня была лада машинка 237-я там ротационная челночная была ну челнок я потом подобрал хорошо у меня была в разборке радом был от него челночная текстимовская у меня была шпульный колпачок подошел прямо идеально идеально подошел а от 22 класса ротационная нет категорически нет наоборот можно текстимовская ставить в наше это только приветствуется у меня стоит на 22 классе стоит текстимовская челночная а наоборот нет нормальные машинки отказываются работать на нашей ну вот вам пример можно она будет работать а лада вообще отказалась работать там ну не делала строчки я не знаю почему или что то там ну совсем было нехорошо что я отказался даже от этой мысли ставить вот а еще тут пример приведу я на авито недавно увидел текстиму ну 25-30 или текстима или альтенбург я не помню ну дело в том что к ней не подходит шпульные колпачки вот от этих не подходят у нее длиннее и хорошо что я отказался она продавалась без шпульного колпачка у нее вот ни этот ни этот не подойдут она просто будет там прокручиваться проворачиваться так что вот это надо иметь ввиду и если будут продавать без шпульного колпачка то лучше отказаться выбор есть поискать чтоб в комплекте было и с родным с текстимовским логотип я посмотрел там логотип текстимовский есть и на шпульном и на корпусе челнока чтоб не впарили там челночное ПМЗ ну вот как то так коротенько я видел всем пока